Привет, это Илья, компания Американский визовый центр «Атлант». Сегодня у нас в гостях снова Александр. Сегодня мы хотели бы рассказать об одной из причин, по которой иммиграционный офицер принимает решение использовать статью 214-б для отказа. Одна из причин – это интервью. Когда человек попадает на интервью, чем ближе он подходит к иммиграционному офицеру, тем больше у него всяких разных негативных факторов в уме. И когда он совсем рядом с ним, он проваливается, он все забывает и так далее. Это распространенная причина отказа. То есть через язык тела иммиграционный офицер выявляет, что что-то тут не то, что, скорее всего, где-то подлог. И принимает решение об отказе. И мы приняли решение в нашей компании, что нам необходимы курсы. То есть курсы, тренировочные упражнения для того, чтобы человек уверенно мог попасть на интервью, или, например, прийти к работодателю, или прийти к какому-нибудь чиновнику и сделать так, как ему хотелось бы. То есть реализовать свои цели, ничего не бояться, быть уверенным. Саша у нас занимается этим процессом. Саша, скажи, пожалуйста, можно даже нарисовать, как ты это делаешь, что происходит, и почему в конечном итоге люди достигают того, что им нужно. Ну, здесь я могу сказать некие вещи о нашем состоянии, о нашей жизни. Человек, если его вот так вот изобразить, скажем, да, в жизни, значит, встречается с разными фактами жизни, ситуациями. И он, значит, теряется, расстраивается его, как я рассказывал в предыдущем репортаже, что он встречается с неприятностями, расстраивается по этому поводу, ему не очень комфортно живется часто. Ну, некоторые, конечно, хорошо живут, все у них в порядке, как они считают, но ситуации, при которой есть у него в картинке некие эпизоды, да, в которых он каким-то образом расстраивался, так, они постоянно у него в голове могут прокручиваться. Теперь он, конечно, когда в комфортном состоянии, встречается с каким-то объектом, который может повлиять на его жизнь, в данном случае иммиграционный офицер, да, и он знает, что от этого человека, его жизнь его зависит в некоторой степени. Скажем, его мечта поехать куда-то, да, в Америку, она может разрушиться только одной росписью этого человека. И поэтому, когда он в этих картинках сидит, то этот офицер чувствует, реально чувствует, что у него что-то не так. Конечно, мы можем, допустим, встречаясь с каким-то человеком, прямо реально по глазам вычислять, что он расстраивается так, по его мимике, но что интересно, если мы берем любого человека, то у него в уме одновременно проецируется огромное количество мыслей. И все эти мысли, человек напротив нас, который слушает, тем более он хорошо подготовлен слушать это дело, да, он замечает, что этот человек отвечает ему о своей жизни каким-то, может быть, наигранным способом, да, а сам в это время крутится в своем прошлом. То есть находится в страхе. Да, находится в страхе. Он, допустим, в этот момент думает, что меня не пустят, сейчас мне запретят, коленки у него трясутся, здесь внутри, значит, мышца, он напряжен, у него здесь капли пота выделяются, от этого, это, конечно, наблюдает. И наша задача сделать так, чтобы человек вот в этих картинках не потел, ноги не тряслись, как актер Галю. И не забывал. И не забывал, да. То есть он знает точно, у него, допустим, есть воспоминания того, что он знает о своей жизни реально, которые у него описаны в материалах, да, он может их реально рассказать этому офицеру и может засыпать даже сверх информацией, который в этот момент скажет, да, хватит, уже я расписываюсь. И вот для этого он существует, тренировочное упражнение, чтобы человек здесь чувствовал себя свободно. То есть тренировочное упражнение они делятся на три части. Они на три части делятся. Сначала человек вырабатывает способность сидеть комфортно напротив своего тренировочного компаньона, да, и они сидят с закрытыми глазами и ничего не делают. Это очень сложное упражнение, на первый взгляд, да, когда люди сидят, так они думают, что это просто, да, но когда они научатся сидеть друг перед другом и не копаться вот в этих мыслях, да, который у него, в данном случае это будет уже не миграционный офицер, а просто два напарника, тогда он придет к некому состоянию, когда он будет на жизнь совсем по-другому смотреть. Саша, может вопрос? Да, я слушаю. Вот если, допустим, они сидят, да, напарники, и один, допустим, сидит, вот терапия там, это что такое? Что это? Да, это говорит о том, что в мыслях у него появляются какие-то картинки, которые не дают ему не двигаться. Он должен сидеть на стуле напротив этого напарника абсолютно без движения. Как, допустим, спортсмены-стрелки стоят вот так часами, тренируют, чтобы попасть в нужное место. Ну, а здесь мы проходим через эти тренировочные упражнения и приходим к следующему фактору, когда мы научимся вот эти картинки отрезать, да, и не смотреть на них, то есть сидеть абсолютно свободно. Следующий вариант тренировки, когда человек уже открывает свои глаза, так, у него дополнительная информация приливается в виде напарника и к окружающей комнаты. Это еще более сложное упражнение и оно нужно для хорошего общения. То есть, чтобы человек в жизни, наблюдая, допустим, идя по улице, не расстраивался, что он встретил какого-то человека. И когда он научится делать вот это вот качественно, то тогда мы приводим его к третьему, значит, способу тренировки, когда эти люди сидят друг против друга, да, и непосредственно один сидит как студент, а второй его донимает всем, чем можно. То есть моделируется интервью? Да, да, он, допустим, моделируется интервью с офицером, этот играет роль офицера и спрашивает его о жизни, а этот сидит и спокойно на него смотрит. Вот когда у него эти мысли больше не приходят в голову, когда он может смотреть на этого офицера комфортно, и когда тот офицер, донимая его разными вопросами, не произведет на нем никакого действия, то есть просто будет смотреть. Поначалу люди хохочут в полный голос, у них болят мышцы на своих щечках, значит, и на губах, да, коленки трясутся, со всех сторон все может болеть, ну, он придет к состоянию, когда он может спокойно сидеть, его будут обзывать идиотом, так, маньяком, там, кем угодно, и он будет чувствовать себя комфортно. Это цель, конечно, вот этого дела. Конечно, можно расширить эти упражнения, они еще более серьезные, да, но данная цель, чтобы он, придя к офицеру иммиграционному, значит, чувствовал себя комфортно. Потом они меняются местами, этот становится тренером, а этот студентом, и вот так они по очереди друг друга донимают до тех пор, пока не станут, не придут к некому конечному явлению. Саша, скажи, в свободе. Группа, сколько, ну, число, количество в группе людей? Ну, человек 10 может сидеть в группе по 2, то есть 5 пятерок, о, 5 двоек. В этих 5 двойках они будут тренироваться до тех пор, пока не придут к этому состоянию. Понятно, а по времени сколько занимает курс? Все люди разные. Ну, я, допустим, проходил такое тренировочное упражнение за трое суток. Если, значит, сидел с утра до вечера тренировался, то у меня даже физическое состояние тела резко изменилось. Мне, допустим, сейчас 62 года, да, я чувствую себя прекрасно, мне легко с людьми общаться. Саша, скажи, пожалуйста, это должно быть обязательным условием для того, что у него как часть подготовки человека к интервью вообще к получению визы. То есть, как услуга это должно быть у нашей компании? Я думаю, мое мнение, в общем-то, уверенное, без этого человек идет на интервью буквально с мокрыми коленками, с мокрой майкой и не в состоянии нормально разговаривать. Конечно, есть личности, которые могут переварить, они в жизни, их очень жизнь хорошо тренировала, и бывшие спортсмены их били на ринге и так далее, они могут, конечно, прийти, и все равно у них будет там расстройство. А с такими способами тренировки он придет к очень серьезному изменению жизни, не только перед офицером, но и вообще в жизни. Понятно. В принципе, все, что я хотел относить, то есть, вот эта вот причина, по которой одна из причин всего их 30, мы ее рекомендируем. Совершенно верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова